Вся жизнь Татьяны Фёдоровны, отличника народного просвещения Российской Федерации, заслуженного учителя Российской Федерации, это восхождение на новые высоты. 40 лет она на педагогическом поприще. Татьяне Фёдоровне, как талантливому руководителю, свойственный высокий профессионализм, целеустремлённость, преданность делу, способность принимать мудрые и нестандартные решения, мышление победителя, умение творить, видеть перспективу. Более 20 лет Красноярскую школу номер 2 возглавляет удивительный человек, талантливый директор, замечательный руководитель Белецкая Татьяна Фёдоровна. Эта школа, которая на протяжении многих лет является поистине флагманом нашего женского образования. Школа, которая одна из первых получила звание «Школа России», первая участвовала в грантах и четырежды становилась победителем. Школа, которая долгое время возглавляла список победителей команд районных Олимпиад. И, конечно же, в первую очередь это заслуга директора, замечательной, удивительной, одарённой, талантливой, разносторонней, доброй, чёткой, внимательной, заботливой. И ещё, наверное, миллион таких добрых, хороших эпитетов благодаря этой Татьяне Фёдоровне, которая умеет отдавать сердце детям, поддаёт сердце коллективу. Благодаря её дипломатичности, такту, мудром мудрости, вот, все эти заслуги. Школа держится долгое время, вот, на таком хорошем, высоком, достойном уровне. Современный директор – это организатор образовательной среды, учитель, воспитатель, менеджер, коллега, дипломат, психолог, экономист, правовед, но прежде всего директор. Для Татьяны Фёдоровны очень важно, каков имидж школы. Её стараниями в школе созданы все условия для успешной работы и учёбы. Уютные классы, компьютерные кабинеты, новый краеведческий музей, библиотека, социальная и психологическая службы, мастерские, кружки, спортивные секции, праздники, КВНы, конкурсы, соревнования, турслёты, встречи с интересными людьми. Неужели всё это можно вот так собрать в единый, плодотворный, творческий, педагогический процесс? Можно. Можно, когда соединяет единомышленников такой, освещенный внутренним светом и волей свыше человек, как Татьяна Фёдоровна. Татьяна Фёдоровна гордится своими учениками, которые по уровню образования могут конкурировать с детьми городских школ. Она счастлива, когда наряду с победителями и призёрами больших признанных школ на сцену ДК города Жирновска поднимаются ученики Красноярской школы номер два, призёры и лауреаты премии управления образования. Вот оно, трудное счастье директора. Нам было очень приятно, что у нас вела математику директор школы. И, в общем-то, она заслуженный учитель Российской Федерации, поэтому я могу сказать, что уроки у неё были просто замечательные. А как директор, тоже очень хороший директор, я бы очень хотел, чтобы она как можно дольше оставалась директором в нашей школе. Ну, на самом деле, нам очень жаль, что она сейчас не ведёт у нас уроки математики, но мы счастливы, что она возглавляет нашу школу. Мы хотим, чтобы она подольше оставалась здесь директором и пожелать ей здоровья, любви и счастья. Несмотря на многочисленные трудности, Татьяна Фёдоровна всегда остаётся доброжелательной, жизнерадостной, женственной. Она спешит делать добро и преуспевает в этом. Она не желает сдаваться и не сдаётся. Для неё нет ничего невозможного. И это прекрасно. Дорогая и очень-очень уважаемая мной Татьяна Фёдоровна, я от всей души поздравляю вас с предстоящим юбилеем. Не перестаю удивляться вам, потому что быть женщиной-руководителем – это очень сложно. Вы удивительно состоялись и как женщина-мать, и как женщина, и как женщина-руководитель. Любимы всеми – и мужем, и детьми, и внучками, и, конечно же, своим окружением, педагогами, нами. Мы от всей души поздравляем вас и хотим сказать, вы как светильник в ад, наверное, на 300. Темна была бы жизнь, когда бы в ней не действовало множество лучистых, таких как вы, талантливых людей. Спасибо вам, Татьяна Фёдоровна. Дай Бог здоровья и ещё много-много замечательных лет. Субтитры создавал DimaTorzok